Гольно в выдумку хитра. В Караганде приступили к расчистке паркового озера от водорослей после потока возмущения от горожан. Не дождавшись финансирования, в управлении парками вооружились смекалкой и подручными средствами. Какую роль в этом играет катамаран и подставка для елки, а также спасут ли принимаемые меры погибающее озеро, выясняла Ирина Вобещевич. Парк! Проблема с озером остро стоит не первый год. Каждое лето оно мелеет, ну а сейчас просто стало походить на болото. В этом году это особенно. Я думаю, возможно, из-за этого карантина, так как мы сейчас раньше на озере плавали различные плавственства. Это катамараны, катера. Они как бы своими винтами какую-то часть водорослей убирали. А винты, срезая водоросли на поверхности, просто маскировали проблему, которая появилась давно. И теперь приходится реагировать. В управлении парками попытались привлечь специализированные компании к расчистке озера. Бюджетную заявку нам коммерческое предложение скидывало различные организации на 62 миллиона, чтобы тут завести специальные земснаряды, такие есть технологии. Ну, я думаю, это дорогостоящее. Потом решили обойтись силами управления парками. Поискали в интернете способы очистки. И нечто подобное соорудили сами методом проб и ошибок. Вот он, основной механизм. Две трубы. Одна статичная крепится с двух сторон к тросу. Другая подвижная с приваренными штырями вращается. Накручивает и вырывается дна водоросли. Проблемой стала доставка конструкции к центру озера. Сейчас это делают на катамаране. Уже сегодня будет готов плод. За два дня высвободили озеро от водорослей, вместившихся в три КАМАЗа. Работа очень трудозатратная и кропотливая. В управлении каждый день придумывают что-то новое, чтобы усовершенствовать процесс. И у них это здорово получается. Уже эффект видно. Я думаю, чем дальше, тем лучше будет. Быстрее уже будет. Это первые два дня, пока настроились, пока наладили. Ну и дальше будем налаживать. Очень приятно, что взялись на наше озеро. Я думаю, что для наших детей, вообще для отдыхающих можно будет почистить озеро и купаться, и рыбу ловить. Я думаю, что приятно, что руководство парка, а Мадина, она очень взялась серьезно. И сегодня вот уже первые плоды. Я думаю, что со временем увидим прозрачное озеро. За такое время я первый раз вижу, чтобы озеро чистилось. Даже в советское время там по-другому это чистилось. Здесь спускали воду там. Все равно надо, я думаю, что озеро должно быть сточным, чтобы чище была вода там. Талгат Смаилов подтверждает, что очистка от водорослей – это всего лишь полумера для спасения озера. Тут нужны глобальные решения. Свежая вода в него попадает только в паводковый период из букпы. В прежнее время наполнение было шахт и других источников. Сейчас этого ничего нет. Самая большая проблема – неоткуда воду брать, чтобы заполнять на постоянной основе данное озеро. Поэтому сейчас ищут пути решения, как это. Возможно, это будет какие-то скважины рыться. Ну, это в планах, это по-нашему. У нас хозяйствующий субъект, у нас нет таких специалистов, которые бы полномасштабно проводили исследования. Сейчас органы управления, управление коммунального хозяйства ищут пути решения, как бы постоянно наполнять это озеро водой. Чтобы полностью реанимировать озеро, из бюджета запросили больше полутора миллиардов тенге. Заявку еще не одобрили. Уточнение бюджета будет в сентябре.